Все силы ада направлены на уничтожение семьи. С чем это связано? Это связано с той борьбой, которую дьявол ведет с родом человеческим. В чем пафос этой борьбы? Дело в том, что мало кто это знает, но в Библии написано, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию, и именно в силу этого сотворил его как семью. И Бог Троица – Отец, Сын и Святый Дух. И человек Троица – мужчина, женщина и дитя. Три ипостаси одного существа. То есть по существу и младенец, и женщина, и мужчина – это человек. Но ипостаси разные. Но полную полноту бытия человека составляет только семья. И вот, если разрушить семью, то то, что останется от нее, это не будет человеком. Следовательно, тот проект, как теперь модно говорить, который Бог создал, выбрав из всех планет им созданных, Землю, на ней насадил сад и создал целый мир животных, и как венец этого творения создал человека, по своему образу и подобию он провалится. Дьявол у него отберет. Очень таким хитрым способом. Через то, что семью он погубит. Наступит полное расчеловечивание. А ему того и надо. Поэтому все люди одни, но прям под разными предлогами занимаются этим делом или бездумно ему следуют. Как сегодня я слышал, там одна чиновница говорила о гендерном равноправии. Она продвигает эту терминологию расчеловечивания. Сама не понимает, что говорить. Она, может, какой-нибудь грант получила и дует. Потому что очень важно терминология. И в силу того, что современные люди в Европе и в Америке уже давно там через другие подходы они нашли путь к сердцу американцев и европейцев через через фашизм. Как это произошло? Вот фашисты, они преследовали гомосексуалистов. И вот они такие несчастные. И надо им дать все возможности. Ну, гомосексуалисты часто люди очень богатые, потому что это люди присыщенные, уже не знают, какие получаются от жизни удовольствия. И они вкладывают в это большие деньги. Тут есть определенный религиозный фактор. И добились того, что вот эти все тенденции, которые выросли из фаминизма и гомосексуализма они стали для западного человека я объединяю Америку и Европу вот в такую тенденцию, что нельзя об этом вообще даже говорить. Иначе ты становишься фашистом. Я ездил по Америке с одним батюшкой в его машине. Он, когда переходил на эту тему, он говорил шепотом. Посмотрите, уже какая тренировка. То есть он не может это вслух даже дома сказать, только в машине. И сейчас у нас потихонечку наша чиновница, ну, одна из самых крупных, вновь назначенная Голикова, которая заместитель премьер-министра. причем очень она такая влиятельная, начала свою деятельность с тем, что она высказалась за преподавание в школах детей технологии предохранения от детей. вместо того, чтобы посмотреть, а что в Америке происходит, самая передовая страна, где вот эти все сведения распространяются. А там вот, что спид распространяется, это под видом в Беларуси у нас тоже борьба со спидом, так сказать, идет на иностранные гранты, даже внутри церкви есть такие люди, которые получают деньги за борьбу со спидом, потому что через борьбу со спидом можно распространять сексуализацию наших детей. Начинают им показывать всякие приборы и как нужно надевать на себя всякие противозачаточные средства и тем самым развращать детей. Потому что детки, они любопытные и начинают пробовать. Так вот, в Америке самое большое количество беременных школьниц такой результат и распространение спида. вот и вместо того, чтобы взять проследить нет, объявляют прямо сейчас придется опять бороться со своим правительством. Не потому, что мы их можем победить, нет, как апостол Павел говорит, чтобы спасти хотя бы некоторых. Мы говорим для церкви, кто в церкви нас послушает, те сохранятся. сохранятся до времени Антихриста. Потому что Антихрист это уже будет царство расчеловеченных людей. Для этого, несмотря на то, что сам Путин при мне говорил, что никогда у нас никакой ювенальной юстиции не будет. Но все эти самые технологии ювенальной юстиции у нас в России используются. Детей отбираю под разным предлогом, в основном у бедных. А почему у бедных? А потому, что у них нет денег на суды, чтобы защищаться. Готовится армия Антихриста. Детей воспитано государством. Это вообще дети воспитанные государства это идут еще с до Марксова времени. А Манифест Коммунистической Партии предполагал вообще отбирать всех детей, чтобы воспитывали человека нового времени без родителей. То есть воспитывать такого окаянного человека, который не знает ни любви, ни ласки. это люди, из которых можно лепить что угодно. И вот, например, наши братья по-разному немцы, они лепили разные технологии. Ну, например, давали выращивать кроликов ребятам, а потом каждому говорили, ты должен его убить. и он убивая кролика убивал в себе человека. Потому что каждый ребеночек, он наоборот животных любит по своей природе. А чтобы эту природу убить, надо убить кролика. Ну, и так далее. Люди воспитаны без отца. Раньше в России этот контингент назывался безотцовщина. Потому что он аккуратно шел потом в тюрьму. Он не может жить в социуме. Делали эксперименты, брали две группы крыс. Одна группа воспитывалась мать крысы, а другие отдельно. И вот те крысы, которые воспитывались без ласки матери, без просто элементарного крысиного облизывания, они никак не могли войти уже в дальнейшем в коллектив крысиный и погибали. Вот такая тенденция сейчас по отношению ко всем семьям и к нашим русско-белорусским такая же. Отсюда такое стремление к гей-парадам, во что бы то ни стало, под охраной государственной полиции. Каждый полицейский их презирает, но тем не менее охраняет сумму за это деньги. Вот, поэтому у нас дошло, что в Санкт-Петербурге, например, 90% развода уже. Современные молодые люди, они в силу того, что они все находятся в соцсетях, существуют специальные группы в соцсетях, которые всякие технологии отрабатывают. Например, синие киты и начинают ребята прыгать с крыши. Их буквально настраивают и они всегда. Также и против семьи, против брака, все секты, которые пришли к нам из Америки, начиная с эговистов, они как используют технологию? Прежде всего оторвать человека от семьи. Потому что семья это для чего Господь так создал? Вообще люди могли бы размножаться делением как они были. Или, например, клонированием. Такой механизм в природе существует. А почему так вот сложно? Мужчина, женщина, разный пол и дети совершенно другая постась такие сложности. Почему ребенка так нужно выращивать 20 лет? Вот у лошади 3 года и уже конь полноценное животное. А у людей так это долго. А потому что ребенок должен вырасти в любви. И основа семьи это любовь. Почему? А потому что Бог есть любовь. Только через любовь в семье человек может стать верующим человеком, христианином. А если в семье нет любви, это бесполезно. Можно заставлять его молиться, вводить в церковь. Это абсолютно бесполезное дело. В 15 лет, когда он станет более-менее самостоятельным, это все выбросит ему помочь, ему будет интересно гораздо играть в соцсети. И действительно сейчас подсчитали на 90% сократилось общение у нашей молодежи гаджетов поколения. Они даже с собой не общаются, общаются только с этими кто под ником прячет свое имя. И очень резко глупее. Они превращаются в животных потихоньку. Вот существует пять фундаментальных признаков отличия человека от других млекопитающих. Во всем остальном мы такие же млекопитающие как те же лошади носороги не принципиально отличие. Но есть пять принципов. Первый разум. Второе слово. Третье религия. Четвертое семья. стыд. стыд и совесть. При утрате этих признаков. А по поведению детей начиная с 15 лет мы видим что у них совесть и стыд уже. Сейчас девочки наперебой. Только предложи в каком-то кастинге. Может даже не знакомись с ней. А просто позвонив по телефону она готова перед скайпом тут же раздеться до гола и вообще стыд исчез. То есть вот корова ходит голая она не стыдится. И современные бывшие люди они тоже уже ничего не стыдятся. И их постоянно этим заражают. Вот через ток-шоу люди выворачивают наизнанку такое что хоть святых выноси. это намеренно насаждается. Идет развращение людей. Вот разврат это итоговая это потеря стыда. Вот и человек теряет и разум на этом потому что все это настолько оглупляет человека. Теряет слово говорят только на сленге упрощенном там язык Тургеневым царством небесного Сергеевичу 200 лет прошло это им невозможно даже читать. Ни один из них не встанет прочесть дворянское гнездо даже одной страницы. Современный человек с клиповым созданием он просто тупица не не знающий вообще ничего он не способен никакому обучению слово тоже у него деградирует вот ну и тоже и с семьей как каждое млекопитающее у него есть потребность в родовой жизни но дети их воспитание какая-то забота благородства по отношению к женщине только получение удовольствия как только от как они называют партнера по удовольствию исходит какое-то неудовольствие он тут же с ним раздается и только и тут 20 человек и готово тебе предоставить удовольствие бесплатно вот во что превращается семья в наших с вами странах с нашего пассивного наблюдения я ответил на ваши вопросы кто-нибудь может это оспорить к сожалению нет вот мы живем и например у нас сейчас опять рождаемость упала в России до уровня 92 года это точка пересечения так называемый русский крест когда смертность превысила рождаемость русские вымирают со страшной силы чем это чревато тем тем же что для византии там сейчас живут тюркские народы которые с тех пор не создали ничего за 500 лет только купи продай ни науки ни культуры то же самое будет и в России для этого не надо всех русских перебить нет достаточно 40% людей подобных туркам они отберут всю собственность мы будем чистить им обуви но другие должности рассчитывать не надо если мы приедем в Италию я даже тут вчера что нет позавчера был в итальянском посольстве там вся обслуга из Филиппин и что вот эти филиппинские женщины очень трудолюбивые симпатичненькие такие маленькие вот что-нибудь дальше выбраться из того чтобы мыть полы на итальянцев они что-нибудь не никакого образования ну может одну-две покажут что у нас равноправие так и будет это участь русских у нас силком всех заставить быть мусульманами из нашей церкви выйдут красивейшие мечети и это будет уже для ваших детей я вас поздравляю вот почему одна причина чеченские женщины рожают во время войны они жили в палатке получали госпомощь там килограмм риса и песку сахарного и продолжали в палатках дома разрушены война была жуткая и они рожали и десятого и восьмого пойдет какое-то время рождаем в Чечне самое высокое ну просто для примера но помимо это что касается европейской части а что касается сибирской части это все будет китайская у вас уже начался этот процесс так что причем надо помнить что в Китае 100 миллионов мужчин не женат потому что если рождается девочка то ее топит в тазике потому что долгое время можно было родить только одного ребенка а у китайцев традиция что если ты не родила мальчика что ты уже без наследника а именно сын должен содержать своих родителей а вот китайцы очень чадолюбивые многие поэтому рожают тайно отправляют детей в деревню там контроля такого нет и вот девочек очень меньше гораздо и поэтому вот участь кто кого ассимилирует белорусы китайцев или китайцы белорусы это очень даже интересно будет посмотреть народ не погибает быстро только в результате стихийных бедствий или какой-нибудь морового поветрия от инфекции а так нет нужно два-три поколения и это незаметно произойдет но мы видим по тенденциям рождаемость падает а кто по сообразительной уезжает что можно этому противопоставить только рожать и прекратить убивать своих собственных детей потому что убивая собственных детей во-первых мы перестаем быть людьми это единственное млекопитающее которое убивает своих детей это человек убивает детей он перестает быть человеком на нем каянного печати это высший сволочизм на котором и все вот слезы наши вот низко кланяемся воины вот спасли вы спасли в России и Беларуси убито две трети то есть два и три населения страны за это время вы можете представить сотни миллионов убитых в аборт и слезы льют по поводу здоровых мужиков которые защищали Родину они хоть знают за что а этих за что вот если мы с вами нашей молодежи не поставим голову на место то их не будет мы прокляты от Бога мы убийцы мы равнодушны нас это не смущает мы спокойно живем а наши сапоги хлюпают по крови убитых младенцев и никто не крякнет в защиту ни врачей ни чиновники ни мамы ни педагоги а должны все взяться иначе нас не будет так что вот что можно сказать о современной семье 21 века это семья самоубийца убивают отдаленное будущее ну вот вопросы есть вопросов нет но я о пожалуйста я бы советовал по русски потому что это у нас даже в Беларуси самый распространенный язык даже кто-то знает по-деревенски как говорит по-белорусски но говорит неправильно зачастую а если говорит правильно то его не понимают ему приходится переходить на русский так что даже если националист такой сугубый белорусский все равно чтобы договориться нужно по-русски что я сказал мудреного ничего все это подтверждено миллионами фактов надо начинать с себя сначала у тебя жена есть сколько деточка ну давай восемь и тогда уже твое слово будет тебе по телевизору покажут что вот восемь из них две двойни вот и ты расскажешь что какое счастье это дети я у меня в приходе много многодетных есть даже трое у которых по девять но десятого никак никто не может родить видать уже ослабли так раньше в среднем сто лет назад русская женщина тогда не было белорусов были все русские вот и рожали в среднем восемь детей в среднем а двадцать пятнадцать это обычное дело Менделеев родился девятнадцатым вот а сделал по набору не было Дмитрия Ивановича вот так вот и говорит и на примере показывает мужчины должны пойти в школу и там в школах детям говорить внушить все омерзение перед этим это хуже Гитлер это хуже фашистов мы не имеем права их осуждать фашисты фашисты своих немчиков наоборот наоборот у них была программа они делали эксперименты на русских белорусах евреях как бы не мог заставить рожать двоими им нужны были люди немецкой а у нас убивают причем у нас 20% женщин в России бесплодны жаждут ребеночка ну не хочет воспитывать ну отдай бездетный она с удовольствием возьмет можно всех новорожденных пристроить если уж ты такая тебе нужны итальянские сапоги а ребенок столько кефира съест что ты в лаптях будешь ходить ну накупи себе ну ребенка зачем убивать и главное убивают с целью лучшей жизни но есть же Бог неужели он тебе даст лучшую жизнь если ты убийца не отсидевшего в 8 лет в более зрелом возрасте уже женщины приходят и каются и плачут ну а некоторые так так получилось ну хорошо шла по улице опа и аборт оказался ну как так получилось надо пойти договориться лечь на операцию наркоз убить банкеты не знаю какие я не буду про протест ну как бы вспомнить события конференции ну а какое событие это подыхающий от сифилиса Ленин он подписал этот указ и началось в Америке разрешили аборт только в 1972 году а мы уже 50 лет аборты делали всех русских акушеров гинекологов физически уничтожили те которые с этим боролись вы мне расскажите пожалуйста что такое покаяться нет не как бы что такое покаяться вот допустим это не ошибка это убийство ну да но это как минимум но вы писание читали нужно принести плоды покаяния ваша вся последующая жизнь должна это убийство отрицать вы должны сделать нечто в своей жизни и делать это постоянно чтобы бог увидел что вы теперь совсем другой человек вот это называется плоды покаяния я не знаю что вы будете отмечать вот столетия со дня первого аборта или как что это уже вот дело вашей совести если стыд и совесть остались вы должны всю жизнь этому посвятить прочтите у лестницы в лестницы и она лестничка о покаянии там описан монастырь в котором люди посерьезно каялись может быть вас это натолкнет на какие-то мысли мы сейчас конечно не в шестом веке а в двадцать первом все по-другому попробуйте и тогда все это возможно раз вы живы значит можно исправить и улучшить а ребенку говорить что такой грех в разуме нет я бы не стал это ребенок должен жить в счастье и его не надо этим отерчать это очень трудно я сейчас считаю толкование евангелия первого папакарского скажите пожалуйста можно полностью говорить конечно тогда такой вопрос меня вот здесь смущают некоторые моменты в этом толковании одна помарочка любое смущение от дьявола продолжите скажите пожалуйста вот когда искушал дьявол Господа в пустыне после крещения и искушал Господа в гипсиманском соборе феверак болгарский говорит что Господь университетский давал дьяволу понять чтобы он его принял не за Господа а за человека в этом случае чтобы дьявол понимал его только человеческое существо но не как Бога он как бы обманывал дьявола таким образом я правильно поняла но вы сейчас обманул дьявол так и не смог разобраться а как понять в тот момент что бесы когда Господь их исцелял они понимали с кем они идти они понимали они чувствовали они чувствовали силу Божью да они чувствовали что исходит благодать она дело в том что не только сами бесы но и просто бесноватые люди вот я однажды ну когда мы строили колокольню на моем первом храме подходит ко мне мужчина ну так за 80 и говорит батюшка можно обратиться ему пожалуйста вот объясните сколько мы вашего брата стреляли а вы опять колокольню восстанавливаете я говорю ну это очень просто объяснить траву чаще косить она гуще растет да вообще наверное и пошел то есть вот он без всякой злобы просто ну он был молодой тогда может быть расстреляли командик священников расстреляли среди прочих конечно расстрелить всех подряд вот и тогда вот может быть злоба в нем как это было а сейчас уже и нет но вот его такой вопрос заинтересовал почему они это делают ну ненавистен вид колокольни есть такое русское выражение надух не принимает вот Ленин однажды я у него прочел лучше пьянство самый ужасный разврат чем одна идея боженьки он его трясло при слове церкви вот это бесноватый человек полностью погруженный в стихию бесовского зла и еще такой вопрос там есть такой момент когда господь плачет в могиле Лазаря проявляет свое человеческое естество и фейзона в Болгарске толкует так что господь силу духа он мог подавить себе эти чувства но он дал и в некоторых местах других тоже он как бы целенаправленно в какие-то моменты дает право своему человеческому сестру проявиться чтобы люди видели что он человек то есть он мог бы и не плакать он может собой проявить только степень что мог бы и не проявлять понимаете дело в том что феофил Болгарский тут поступает рационально он приписывает некую борьбу там внутри Христа которую он эксполирует на себя а у Христа все было в гармонии он вел себя совершенно естественно для него самого Бога человека поэтому это толкование условно это для того чтобы пытливому уму вроде вашего ну дать какое-то это ну с моей стороны это очень наивно все кто просит о границах я скажу вот что для этого у нас есть шикарный инструмент если вы его не утратили это называется совесть все по совести совесть всегда скажет ленишься или можешь встать совесть скажет пора идти или еще посидеть совесть всегда скажет сожрать еще котлету или ограничено ограничиться этими двумя все по совести надо ее обнажать для этого она и дана надо все время ей пользоваться упражнять еще и пожалуйста скажите пожалуйста в контексте о семье да вопрос вы без оглавления сам вопрос у нас есть один хороший в стране губернатор верующий человек какого он и причиняется и он там очень много способствует продвижению всякому доброму делу обьяк тем более я сам педагог дети полностью в распоряжении педагога и он любой закон самый дурацкий может обойти если будут действовать с умом и осторожно и может там пока там какая-то мамаша обострится такая атеист но и так всегда можно ну давайте побеседуем что Вовочка я же тебе ничему не принуждала я просто сказала тот тот а ребеночек растеряется и ничего не скажет просто ты не совсем правильно изложил то что я говорил я хотел тебе 5 поставить поставлю только 4 и все вопросы черные главное не лезть в бутылку первое и ничего не бояться второе педагогов все равно не хватает в крайнем случае можно уйти из этой школы пойти в другие и потом можно кружок организовать а можно еще курсы подготовки к старшим классам организовать будет ходить к тебе 10 человек и ими заниматься всегда можно плыть против течения христианин это такой человек который плывет против течения потому что течение оно всегда вниз в ад а мы должны к свету убить ферштензих код зачем помогать менять памперсы а зачем потолки вот у меня в приходе сейчас очередное чудо второй раз случается в 92 года человек покаялся и со слезами стал причащаться 92 года вот и все а зачем потолки бесполезно взрослый человек яйц курица не очень не надо никого подталкивать вот детей можно постараться научить направить вот мне мама некоторые фразы из Евангелия часто повторяла ну не только мне остальным братьям тоже не судите не судим и будете я глубоко на всю жизнь это запомнил что нельзя никого осуждать это прям вошло в мир что она говорила как аукнется так и откликнется тоже очень такие всякие вот присловия очень могут быть полезны лучший дом вот у меня есть статистика в Америке 4 миллиона семей не отдают детей в школу успеваемость если оба родители с высшим образованием 98 пунктов из 100 академической успеваемости если с высшим образованием только один из родителей 89 пунктов из 100 если оба родителей без высшего образования 83 пункта из 100 дети которые ходят в государственную школу не выше 50 пунктов эти дети поступают в самые лучшие вузы и за ними гоняются все компании чтобы из них сделать топ менеджер они обучаемы они креативны они хорошо соображают а остальное дубье они занимают ведущие позиции конечно это большой труд папа и мама пройти школу но зато у детей нет сколиоза они все занимаются спортом они хорошо соображают и большинство из них с двумя высшими образованием и он у меня вот есть один знакомый дружок священник у них тоже в семье они не ходили в школу двое парней старших уже по два высших образователя а третий одновременно учится в двух институтах потому что школа это и есть просто отстойник детей туда загоняют родители отдыхают или на работе дети предоставлены сами себе и смотрят в окно как снегири там летают и в общем и занимаются своими делами и в общем все программы школьные я тоже учился в десятилетке положа руку на сердце можно вообще пройти за 3-4 года там нечего делать 11 лет просто нечего это просто просто пробалдел ничего не понял ничего не узнал там тебе тройку натянули на ЕГЭ тебе подсказали потом если хочется в ВУЗ пусть родители нанимают и заново учат математики биологии сочинения писать мы это все проходим наша школа это не школа там ничему не учат по поводу детской измены то есть существует практика семилетного возраста так? слухов вот слухов да то есть вопрос в чем например если родители ребенка каждого с весеным возраста то есть можно ли например чтобы он исповедовался только раз в месяц а почищался тогда конечно конечно а почему нет а почему нельзя где написано так вот я им говорю ну ты должен так сказать и быть для них таким человеком когда-нибудь а у меня во многих нарасхват бачка а вот в пандемию праздник можно я без исповедоваться да на здоровье так я им говорю потому что ребенок приходит он еще не знает что выдумать да конечно а вообще семь лет для современного мальчика это рано они же все все туповаты им надо восемь девять лет начинать у меня только одна девочка в приходе и она раньше семи начала исповедовать такая умненькая а так обычно я ему говорю что он ничего не слышит почему ну он у него дома ору а я же не могу орать поэтому он меня не слышит большинство священников почему-то вот это вот большинство священников очень плохо учились семинарами у него еще вопрос по детскому крещению ну пожалуйста можно и взрослого в отдельных случаях я отказываю вернее я так говорю даю тебе домашнее задание я обычно задаю один вопрос вот я хочу креститься я говорю зачем человек не знает я говорю ну ты узнай зачем а я тебе покажу и ну да пусть в другой раз хлеба а я вот участь полцикат ну я начальник я могу и не крестить он хочет вот я хочу значит что я говорю хорошо один вопрос а тут еще пришли венчаться вот я говорю хорошо один вопрос что такое невеста он не знает а я говорю а ты невеста знаешь что такое невеста не знает он такая узнайте тогда я буду венчать сами не знают что хотят даже такая ерунда как автомобильные права и то требуют обучения и практики а тут вечная жизнь ты не хочешь ты не хочешь для этого ничего сделать ну и артисты колбаска зачем ты нам нужен надо и надо смотреть в глаза вот я вам смотрю в глаза я вижу реакцию реакцию так же и с детьми надо рассказать сперва о церкви может не можем употреблять термин который им не понятен сначала нужно подготовить почву рассказать о церкви что вот все на земле устроил Бог и для того чтобы наладить с людьми разговор он стал человек чтобы на человеческом языке им объяснить что он от них хочет он пришел на землю это было 2000 лет тому назад он распялся на кресте за нас позволил злым людям это сделать но он не хотел чтобы его дело умер поэтому собрал группу учеников их всему научил и они стали продолжать его делом и вот церковь эти люди образованные церкви они продолжают это дело и сейчас мы можем найти в городе самое красивое здание это окажется церковь и там ты можешь прийти найти учеников Христа Спасителя которые учат тому же чему он научил их ферштези давай представьте себе вы попали в тюрьму как для вас лучше слиться с блатной публикой или жить как изгой у меня я продолжаю вот и я и у меня одежда я в метро вхожу они на меня смотрят необычно и виду косу ношу что мне Христос сказал мужик я победил мир изгой они должны быть счастливы что я вошел в их алё у них есть возможность с освященником две-три остановочка поговорить вопрос по поводу привязанности исправить очищение допустим для постоянных прихожан которые очищаются как не воскресить так вот возможно или чтобы конечно возможно как не говоришь все надо ну надо на крыло и патрахи ну деточки пожалуйста объясняю невеста по-славянски значит непознанная значит до него у него не было у нее 10 мужиков это чистая девица девственница невеста есть такое вооружение невесть что или незнамо кто вот оно непознанное вот такая должна быть невеста так у нас было до войны женщина незамужняя она вот так сказать не была развращена была чистой девы совсем недавно смотря кто этот другой это все равно что выходить замуж за медведя меня даже я эту фразу сказал на меня как бы мужик атеист обиделся вот и в прокуратуру написал приходила прокурор я говорю ну я должен на этот идиотизм отвечать ну нам что-то надо о батюшка вы напишите что по конституции вы имеете право не давать показания против себя я так и написал и отправился в дом вот если ты не согласен ну пойдем нам бы им не может сажать тут не за что а медведь в цирке он может работать только три года потом он звереет и становится опасным и у нас в зоопарк поэтому выходить замуж за неверующего это потом приключения иметь себе на всю жизнь хорошо еще не за пиво это вообще ужас но это причина основательная если он возмущается и заставляет не ходить в церковь если он согласен то лучше подождать потому что потом все равно уверует ему деваться некуда а у меня опыт колоссальный я в церковь хожу 50 лет и навидался всего даже один пример сейчас расскажу была у меня одна прихожаночка которая поехала в монастырь в поломочеке а там один ученый иерманах сказал с татарином жить нельзя она приехала и своему измаилу сказала что ты татарин я с тобой жить не могу он говорит а что мне ты делал тогда она говорит ты должен креститься он ко мне пришел так и так батюшка я говорю а ты во Христа веруешь я ничего не знаю я ему дал евангелие почитать он почитал я говорю ну вот хочешь в нашу веру я тебя покрещу он крестился она тогда впустила его в дом а так два года вот вокруг ходил а потом она говорит ну я это самое тебя в дом пустила но жить с тобой не буду как с женой потому что мы не венчаны он ко мне пришел говорит что делать ну вот хочешь я тебя повенчаю вот он повенчал потому что когда помер я его певал святой человек такой работяга у него ладони против моей вот такие были небольшого роста физически очень сильный красивый такой любил ее безмерно и вот ради любви к ней он все сделал как она хотела она вот под воздействием этого но она сама писание не знает как у нас все откройте двери вот а ирмонахи такие же вот и он противоречит евангелии потому что в писании сказано если муж не против то жить с ним можно вот вот даже сказано откуда ты знаешь верующая жена что не обратишь своего мужа вот был такой паренек звали Гриша вот мать была очень верующая отец был языческий жрец она уверовала тогда когда он за такого его ходил вот и она молилась и за мужа и за сынка сын уверовал поехал креститься в Иерусалим крестился по-моему лет в 30 прошел языческую школу очень был ученый человек и стал великим поэтом вот его отец тоже умер бросил свои языческие оккультные занятия стал православным епископом рукоположил Гришу своего в пресвитере а потом Гришу выбрали константинопольским патриарм вот и он получил звание в церкви после Иоанна Богослова Богослов вот жены так вот своей кротости любовью обращали и сынка ко Христу и языческого жреца мужа и он дожил до ста лет а Гриша оставил пост патриарха чтобы ухаживать за отцом и довел его до смерти и схоронил исполнял свой сыновий дом величайший учитель церкви Василий Григорий Иоанна Златового Ну так что книжки читайте и все будет болен Ну еще мои хорошие так с вами хорошо как я как дома пожалуйста не чаще чем раз в день и не реже чем раз в год Расскажите пожалуйста про страдания как вы к этому относитесь и нужно ли их облегчать если это страдания телесные я имею ввиду палеотивную медицину и насколько это если можно так сказать хорошо полезно или плохо наоборот я в тот день когда к вам приехал вчера в этот день мне сделали операцию вот и под местным наркозом но больно было все равно дико два с половиной часа меня резали вот но мне делали вот уколы даже повторяли не уложились в час и уже наркоз отошел вот я очень благодарен доктору что он так вот отнесся отчет такого я не орал но так постановил по-моему это очень нормально почему бы и не потерпеть с одной стороны я им не мешал но с другой стороны и он навстречу идет и это же как-то очень естественно вы немножко расскажите вопрос я имею ввиду считать считаете ли вы что страдание это путь к совершенству и это каким-то положительным образом влияет на духовность конечно господь сказал в мире скорбно будете мы сюда на землю приехали не на кору и никак не проживешь жизнь не страдай и нельзя научиться сострадать а без этого качества невозможно спасти свою душу если ты не страдал просто страдание нужно относиться без пани человек из-за какой-то ерунды там желчный пузырь вырез проще чем аппендицин да нет вы все хотите понимаете на кривой козе царство небесное да нет ну как не совсем у нас есть господь сказал ведь наши все греховные стремления они источником являют бесовскую силу род сии изгоняется только молитвой и постом то есть мы должны воздерживаться от греха к которому склонны изо всех сил и молиться Богу об очищении вот только два орудия есть а то он начинает а где а где грамм это уже как бы как это да что что прости если ты не изо всех сил да вот вот мы про котлетки говорили да ну да нет просто на котлетке видно там вот как считать вот она котлетка и все тут ясно где грань вот провел вилкой и вот грань а что говорит выбрасывать а что твои желудок помойное ведро физические наказания они порой необходимы в среднем каждого мальчика следует ну хотя бы раз выпороть это очень а потом просто вешаешь ремень на гвоздь и пальцем показываешь а помню и сразу делается паренька ну конечно пороть нужно за что такое великое я высчитал нет не смейтесь девочек вообще нельзя телесное наказание это опыт показывает это им только вред а мальчик а мальчиком может с 9 до 13 вот в этот период до и после вредно и бесполезно если до лупить то он будет трусом предатель и не вырастет мужчина а если после это его озлоблять вырастет злым ему по гордости уже который к этому к 13 годам вырастает он обиду затаит это вредно прорваны а нормальных сейчас что-то у нас в Москве нет все в дроне ну вы провинции тогда ну что надо чтоб коленки торчали куда ходить в банк ходить холодно сейчас я не знаю что он про джинсы говорит можно ли женщина носить в городе смотря какой формы зад некоторым дамам противопоказан во первых может лопнуть и лучше юбку чтобы немножко устроенить модель косметикой православная женщина понятия не совместит почему дело в количестве не умеют всегда особенно у пожилых женщин как-то это излишне не умеют не умеют не умеют не умеют не умеют ну а так вообще-то есть вот для меня лично я люблю конечно женщин без косметики сможет но реснички у нее наклеены или нет и как-то уже другой совершенно образ и очень много одинаковых вот на телевизоре там все одинаковые у всех эти одинаковые распущенные волосы кольцами ну вот это просто одно и то же женщины же бог сделал всех разными вот а когда все одинаковые ну как меня подташнили мне не не нравится а украшения где вы ну когда их не восемь на каждом пальце то и вроде ничего нет ведь дело в том что всякие украшения они должны быть гармоничны я сам по образованию художник потому для меня это очень большое значение имеет и поэтому а у нас вот большинство женщин она вообще вкуса не имеет они только так нравятся не нравятся и поэтому нравятся бывают ну просто припохабные вещи и смотрятся как на коровье седло недаром такая поговорка возникла чтобы если встречаем женщину которая на коровье седло ну я например если женщина как-то мне близки я стараюсь их направить а вот или например какое-то хорошее сочетание цветов я взять я и говорю что это очень хорошее сочетание потому что тоже надо не от ветра головы свои а есть определенные законы вот лучшая передача у нас на телевизоре я считаю васильева вот он прививает хороший вкус немножко уникальше ну излишне ну потому что это телевизор но все-таки очень передача со вкусом там можно учиться одеваться вот мне при этом много ну может что-то такое иметь очень изящное красивое это а когда все одинаковые это вот сейчас там модно вот белить волосы там все перикси водорода там ну неестественно женщина все-таки красота ее в естественности или вот у нас молодые сейчас все ходят с распущенными волосами до лопаток это уже начнет раздражать это не волосы а падлы тем более ветер всем их путает им это страшно неудобно а если ладонями поправляют они к вечеру салятся каждый день шампунь это ну вот они могут то что все вся мхомода она основана на зависти хочу у себя как у ней и получать одинаковые джинсы драные и патлы сверху вот к такой подойти не хочется большая проблема это всегда всегда правда вообще не хочу это про Бога поэтому это условно Бог конечно не гневается просто Бог дает нам наказание уроки наказание это от слова урок наказывать чтобы мы сделали выводы ну в каких-то мелочах езжу очень уверенно рот держу левой рукой а во всем остальном все время сомневаюсь это душевренно хотя человек который очень неуверен болезненно такого надо ну как бы поддержать потренировать ну это обычно когда нету папы когда мама воспитывается это конечно такие мальчики бедненькие вот кстати для уверенности в себе спорт помогает я по улице ходить не боюсь потому что я боксом занимался веду спокойно помогает хотя у меня уже скоро 70 унижение ну не знаю у меня были хорошие тренеры с любовью вспоминаю вообще воспитывание не я а директор мне Бог послал лучшую из женщин на планете она столько страдала в жизни и достигла очень духовных таких даров у нее вот она всех деток любит и очень большие удачи вот детки выправляются даже очень сложные такие ситуации дети все травмированы своим сиротством вот но у нас мы теперь перешли на такое мы каждому ребеночку стараемся подыскать семью православную вот и тоже получается вот а второй детский дом у меня руководит сейчас один священный очень хороший но на отдаленности у нас находится за 100 километров от Москвы вот я туда не очень часто но приезжаю ну там я с детьми беседую записочки пишут мы обсуждаем разные темы вот они у меня там занимаются конным спортом все и по терапии я специально конюшню пострал чтобы компенсировать недостаток вот это отсутствие родителей американцы почитали что каждого ребенка нужно в сутки 17 раз обнять и поцеловать такая средняя норма у нас все дети недоласканные поэтому многие дети с 9 лет начали воровать синдром детского воровства это недоласканность и его потом победить довольно трудно а как его победить если это все лаской любовью увещеванием бить тут уже нельзя уже поздно что видите что значит перекрещиваться монаху который живет отдельно от публики от женщин ему там хорошо особенно в келье заперся и крестерся вот а у нас здесь совершенно другая жизнь которую монахи не понимают ну кроме святых которые достигли святости они через святости ну как Силуан Афонский он уже понимал без всяких газет что происходит в мире вот поэтому конечно на показ ничего не имеет смысла делать это на это уходит энергия толку никакого надо проповедовать личной жизни кротость милосердием старец Силуан например говорил кому не дано учить а он учит тот оскорбляет величие Божие а если батюки там плохо всем горючим что о мирянках говорит вопрос молитвы ну вот многие люди говорят что постоянное чтение вечерних молитв уже привыкает человек еще делать информацию я им говорю почитайте канон почитайте псалм не буду если это набрать сразу какую-то страх ну как это так надо то есть люди боятся творчески дело нетворческие дело в том что у выцерковленных людей происходит подмена они думают что за счет обряда это вот что духовная жизнь это есть исполнение обряда а духовная жизнь это когда человек достигает добродетеля молитва обряд правила это все может способствовать а может как у фарисея фраме и не способствует а то хуже делать он все делает правильно а сам злой как собака поэтому большинство вот я тоже с этим борюсь на своих приходах безуспешно но некоторые люди так потихонечку начали понимать пора идти да ну надо конечно нет ну раз человек так считается ничего плохого нет там замечательные слова великих святых но это все равно что у музыканта спросить зачем ты играешь это же не твоя музыка но он играет и эти аккорды в душе его рождают те же эмоции которые были у композиторов 200 лет назад здесь то же самое ну просто не 200 а 1600 лет назад это тоже очень полезно он такое получает духовное образование он стремится к аталону но если нет то да это все конечно пустой дело как относится церковь к браку православного христианки и других конфессий ну смотря какие конфессии за сектанта замуж нельзя выходить вот а так допускаются браки с лютеранами с армянами и с католиками особенно вот в такой стране потому что у нас у католиков и православных один тот же взгляд на брак ну я когда завенчаю католиками православными я с католиками беру письменные обязательства что будут воспитывать детей в православной вере цели устойчивого развития навязываются Белоруссии иностранными фондами чиновники берут гранты что этому противопоставить внутреннее сопротивление у нас тоже самое происходит чиновник он же пришел в чиновники ведь не для того чтобы послужить родине чиновник в чиновники идут люди не способные ни на что и их цель это заработать деньги карьера кем-то стать и с этого жить поэтому что тут они к ним эти самые гранатоносцы подплывают батюшка прошу ваших молит о здравии а слабо в церковь пойти подать в оригинале апостол павла вся власть под богом но это надо греческие тексты смотреть комиссия под руководством митрополита филарет она очень авторитетна но надо по-гречески посмотреть нетерпимые злые не любят друг друга в том числе архиереи можно тогда это и не православные нет конечно не православные сказал сказал же господь найду ли веру на земле сказал да терпение это признак христианин терпения нет как амбросиев то сказал без терпения нет спасения терпение это первое что нужно в себе воспитать как бороться с ревностью как бороться ну сначала ни в чем ее не проявлять ни в слове сначала ничего от ревности не говорить ни во взгляде никак не выражать свое недовольство и третье молиться Богу чтоб он избавил от этой заразы иначе все рухнет можно ли православному заниматься йогой можно но не нужно лучше на лыжах кататься зимой и на велосипеде лет еще прыгалки хорошо вот мы в боксе очень много уделяли внимание прыгок это очень хорошее упражнение ну можно и по-разному там очень разнообразно и и